друзья всем привет наш ролик этот с города пскова вот и как вы поняли уже из названия ролика речь пойдет про односкатную крышу с декором артем поздоровайся сейчас очищаем леса от снега который выпал своей ночью я покажу вам нашу первую крышу мы вообще не снимали и вообще никак пара фотографий может делали все вот но я покажу как там сделано и чем отличие той кровли односкатные будут в этой поэтому не будем долго говорить пойдемте я вам все сейчас объясню что у нас тут будет так и вот у нас первая кровля который мы сделали в отличие от той крыше что будет здесь если у нас лобовая фронтон и сделаны на внутреннюю рейку вот то там будет на объемную на видную рейку чтобы было в ансамбле то есть я вам покажу пять лет назад делали здесь кровли вот то есть эти фронтоны и лобовые сделаны по методу чтобы был ансамбль с этим фронтонов получается вот все остальное будет получается наверху техники двойного пальца вот я вам все покажу вот и у нас аналогичный гараж такой же односкатный кровлей вот только там будто в ансамбле вот с этим домом то есть лобовая здесь сделано на на видную рейку вот или планку еще можно сказать из то же самое надо сделать здесь по всему периметру крыши вот сейчас мы приготовили то есть леса нам где построили мы убили их от снега вот сейчас мы нарежем у нас есть мембрана мы сделаем разделительный слой сначала чтобы было зрительным слой между металлом и деревом вот нарежем вот такими полосками и закроем как вы можете видеть у нас уже здесь все готово листогиб металл лежит прокатный станок стол вот сетка перфорации ну и сейчас подробненько все будем рассказывать и показывать так и вот разделительный слой сделали везде круговую сейчас артем еще дошивает колобашечки которые идут от бруса потому что он тоже будет металлом сшиваться они вот то есть вот сейчас мы тоже закроет мембраны и потом мы будем делать силовую планку так еще смотрится круговую то сделать обязательно ли это нет не обязательно в том случае если у вас доска не пропитана раствором антисептиком который содержит медный купорос то есть если вы обрабатывать доску на основе там или присутствует в антисептике медный купорос то это делать обязательно потому что может дать реакцию на металл вот сейчас у нас же конечно у нас здесь пропитка неонидом но мы все равно решили разделить потому что мембрана у нас оставалось куски вот мы там также сделали на том гараже здесь также делаем вот ну лучший враг хорошим пускай будет и сейчас вот 0 7 оцинковка сейчас я ее буду нарезать на силовые планки вот и потом уже будем ставить этого все увидите все поэтапные подробно так и вот мы нарезали полосы о 10 сантиметров вот из 0 7 оцинковки силовая планка сейчас их будем устанавливать я объясню покажу что как вот и сейчас там доделывает артем заглушки сейчас покажу то есть видно да вот перед тем как на фронтон силовую поставить здесь оно было металлом обшить вот эти вот заглушки сделать сейчас там с той стороны артем уже доделывает и начинаем ставить силовую планку вот если бы сейчас объясню если бы здесь было сразу сделано подшивок полностью так вот на этом доме смотрите видите видно то мы бы от силовые бы ушли и сделать другой капельник я покажу то здесь также сделали мы сначала силовую планку и потом они подводили выравнивали скаты и подводили уже подшивы досками уже к нашей силовой планки совсем видно да ну я думаю здесь покажу и все поймете значит ребят смотри если вы заказчик или кровищем да то желательно перед тем как если у вас есть подшива будет подшиваться то желательно конечно все начинать снизу вверх но здесь подшива будет делаться потом но скажем так было бы правильнее если бы допустим я взял ну доска как типа подшива до кусок вы бы уже подшили бы себя подшиву сразу вот так вот и и сделали вот такой вот капельник потом если силовой сразу же ставите и у вас получается здесь вот здесь сразу красиво и как бы обучайка получается то есть это более правильный момент но если мы сейчас поставим такой капельник на определенную скажем возле ним оставим допустим по толстку 25 или 20 миллиметров здесь стропила некоторые там есть 19 есть 20 половины вот то возможно потом как бы подшиваться не влезет щель поэтому лучше делать это по факту вот поэтому мы сейчас просто поставим силовую планку сюда выдвинем на 50 миллиметров и потом они уже сначала какой-то рейка выпрямят все плоскости и потом уже будет подходить к нашему наши силовой планки уже ну как получится по факту здесь на крыше получилось нормально вот поэтому и здесь будет такое же решение как и на крыше они потом уже выровнять и пойдут своей доской же к нашей силовой планки так и вот силовая планка везде стоит по периметру везде по периметру славую поставили она получается вот так вот ниже доски на 50 миллиметров вот так ну и сейчас будем замерять наши скаты и делить на одинаковое количество элементов все поехали значит что у нас у нас лобовая доска надеюсь видно длина 10 метров 2 сантиметра надо поделить на одинаковое количество элементов 1 размера на всю длину то есть у нас получилось мы предварительно уже замерили на 17 штук мы исходим из того что у нас штрипс металл 62 с половиной сантиметра или 625 миллиметров и к этому металлу мы подстраиваем все наши элементы по размерам вот и у нас получилось 58 и 8 миллиметра один элемент вот и далее мы уже когда знаем количество элементов и знаем размер его мы подготавливаем шаблон я здесь уже вырезал и такой момент у нас получается если вот лобовая доска надеюсь видно стропила да идет контрабрус идет обрешетка это грубо говоря мы здесь поставили силовую планку вот и нам получается элемент нужно сделать если так развернуть нашу лобовую да у нас получается что высота элемента 230 миллиметров плюс нам надо элемент завернуть за силовую планку плюс 30 миллиметров и 15 миллиметров отогнуть для жесткости здесь и того у нас получается 275 миллиметров высота самого элемента то есть вот теперь мы начинаем делать шаблон то соответственно у нас загиб за силовую планку 30 миллиметров 30 миллиметров рисуем 30 миллиметров как и сказал 230 миллиметров у нас чистая высота скажем так 230 миллиметров 230 миллиметров рисуем вот и боковые отгибы у элемента если у нас элемент получается будет на объемную рейку у нас асфальт и должны наружу загибаться по 20 миллиметров то есть мы отмеряем 20 миллиметров с одного края рисуем и как я уже сказал нам нужно 58 сантиметров 8 миллиметров вот отмеряем от нашего загиба 58 и 8 миллиметров вот и у нас осталось как раз таки здесь тоже два сантиметра далее нам надо уголки подрезать я обычно это делал на глаз но здесь так покажу нам здесь я потом дальше покажу надо будет делать дырку для крепления чтобы здесь металл нас был чистый много готовый элемент будет вы все поймете отмеряю ориентировочно 30 миллиметров с этого боку и здесь так сантиметр 10 миллиметров или сделать так два сантиметра или 20 миллиметров делаем так с этого края тоже самое делаем три три и вырезаем наш шаблон убираем лишний металл у нас лишним является получается вот это вот это вот это вот это и вот это и вот это лишнее вырезаем это вот это вот это вот это вот как вот такой элемент шаблон даже подписать сразу что это шаблон и по этому шаблону мы готовим нам нужно получается 34 штуки в общем но мы сделаем на 8 штук меньше потому что два крайних элемента мы будем еще раз проверять по факту и делать ну корректировать может они там будут не по 58 сантиметров и 8 миллиметров а допустим по 58 и 3 или 59 там и 3 знаете чтобы выгнуть и чтобы визуально это было потом не видно если допустим где-то будут по миллиметру по 2 уходить то получается что представьте 10 элементов это уже два сантиметра вот поэтому последних 2 крайних с каждой стороны мы пойдем от середины в края вот и последний каждые два элемента с каждой стороны мы замеряем по факту все мы нарезаем таких получается сок артем по 13 штук 26 штук всего он сделан сейчас одинаковыми элементами это у нас пойдет на на перед хотя камеру поверну то смотри это пойдет у нас она лобовую часть карнизная часть и пойдет на вот этого часть сейчас камеру подниму и пойдет вот на эту часть пойдем от середины края и все мы нарезаем для вас это секунды для нас это не знаю может час может полтора работы так и нарезали мы 26 штук а элементов и теперь начинаем делать сам элемент на листогибе фомич вот станок очень хороший отдачка отличный вот можно гнуть и на том листогибе вот но у нас есть таком огнем декор весь на нем если кому интересно по поводу станка где взять где купить обращайтесь пишите письма стоит он 80000 рублей вот но по заказу надо будет дать как минимум месяца три для изготовления так что если что пишите так вот у нас вырезанный элемент вот чего начинаем начинаем загибать боковые фальцы наружу то есть на лицевую сторону согнули чуть подогнули другую сторону согнули подогнули теперь чем хорош этот станок здесь двигаются нижние элементы вот нашем случае я два элемента отодвигаю для того чтобы когда я буду зажимать балку не зажать этот фальц не сплющить поэтому здесь сегменты двигаются и сам пальцы не включится не как выставляем наши 30 миллиметров загибаем 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 и элемент готов и вот таким образом все 26 штук все поехали меня мама сейчас позвать на улицу Я вчера, Кирилл, отличия, тебя уже пропылесосила. А тебе еще мама вчера говорила пропылесосить, а ты у нас глухой. Что глухой, так это ты в семье. Ты! Не двигайтесь, не двигайтесь. И не спешите, не спешите. Купаться надо придавить. Давай, рупи. Пошел уже, как ты быстро делаешь. Не надо спешить. Кирилл, ты еще только одну сделаешь. И что, Кирилл, ты тоже еще медленнее делаешь. Что? Я устреблю. Пошел. 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 Ивтор geil в тепло. Пошел. 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 Пошел зал. Пошел. Пошел. Лак, шок. может немножко купить до сантиметра может пустить вверх поднять время на 12 не знаю вам долго ехать 20 у меня каждый день тренировки кроме четверга единственный день когда я дыхаю и его часто занимаются уроки рано еще все это последнее веронику она начнет делать как вы видели дети могут гнуть на этом тонке легко даже не хотели ехать на тренировку в бассейн у них плавание сегодня заказчик поехали кирилл кирилл и вектория зовут девочку они сначала здесь кто должен гнуть по очереди каждый легмен гнули потом вероника отдельно потом кирилл отдельно и уже папа их стоял ждал все как поехали кирилл говорит нет я свою не пойду я буду гнуть в общем понравилось на самом деле ничего сложного то нету даже дети могут гнуть эти элементы в этом станке ну и хорошо что конечно у детей есть такая вот вещь как руками поработать с детства вот эту вот всю пачку это они нагнули вот у меня всего оставили получается сколько пять штук остальное все сами нагнули и поехали на тонировку вот хочу так мы разделили пополам вот здесь поставили середину я говорил видео что вот здесь надо подрезать чтобы здесь не было чтобы фальт до конца шел чтобы у нас была возможность закрутить сюда саморез и перед тем как поставить планку 30 все готово и вручную дорабатываем силовую планку на фронтоны плавающие клеммера вот они потом пошли глухие клеммера соответственно мы стартовую картину промазать внутрь фальца и 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